Мы на месте. Мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свой биополе на период сеанса. Доверит. Визуально что-то мешает, посмотри. Я не знаю, он какой-то ложный. Накидка на нем может есть. Если есть накидка, она подсвечивается красным цветом. Все невидимое становится видимым. Да, есть накидка на нем с головы до ног. Снимаю эту накидку, она выходит вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и идет в клетку-тюрьму. Готово. Твою команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Александра под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Александра. Находит все. Красный дракон у него. Какой у нас красный дракон? 2744. Ну и что ты вошел в это биополе красный дракон? Он любопытный и я любопытный. Скинул на него прозрачную накидку. В плане он любопытный. Объясни. В тонкие меры хочет попасть. Астрал увидеть. И что получилось? Поднялся он туда и встретил тебя? Не может подняться. Это другое состояние. Расширение. Я набросил накидку. Теперь он там. Как он мог и вообще избежать твоей подключки с этой накидкой? Многие выходят в астрал. Мы работаем в астрале, например, сейчас с тобой общаемся. Ты видишь только любопытство там или что? Что он неправильно сделал? Как он мог это избежать? Астрал огромный и глубокий. Есть места, не всем доступные. Попасть в него легко, а работать в нем трудно. Со стороны души нужно знать, что делаешь и куда попадаешь. И любопытство приветствуется нами. Согласен. Здесь добавить нечего. Надо всегда разбираться с материей, в которой ныряешь. Потому что можно на народе выйти с дракона, можно с гуманоида, а можно и с ящером. И еще кучей других сущностей. Есть такое понятие, как защита. Надо хотя бы с этого начать. Александр, если вы хотите подниматься в эти материи. Но лучше, конечно, вам было бы спросить своего куратора, что он посоветует. Потому что он лучше всех знает ваше развитие на настоящий момент. Хорошо. Сколько ты находился с этой накидкой в биополе, дракон? 12 дней. Ты синхронизирован? Немножко. Значит, мы начинаем с реверса энергии. Да и команда тонкой копии Александра спроецирует все энергетические и сферические каналы. Все, что он мог получить от него, возвращается назад. И усилие потоки. 50 раз. Немножко. Немножко. Энергия дракона как током била, как обжигала его. Импульсы такие были у него. Разных частей его тела. Понятно. Готово. Устанали фильтр с золотой сеточкой на эти каналы. В порядке реверса Александр забирается в чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Драконы вы давно с человечеством так недружелюбно настроены. Я слышал о временах, когда еще драконы на Земле были в физической форме. И вроде это не так давно было. В Китае, в Азии. Вашу цивилизацию почитают. Вы там присутствуете? Присутствуем. Мы по-разному настроены. Почему ты говоришь только о негативе? Нет, я не говорю только о негативе. Я просто говорю, что раньше вы участвовали, например, с помощью Кайзера. Времена Кайзера вы обучали молодых воинов, которые там прыгали на десятки метров. Я общался с одним старым драконом. Он мне рассказывал об этой ситуации. Я так и не понял, почему вы то сотрудничали, а сейчас вы вот такими врагами стали для человечества. Приходите, вселяетесь, воруете энергию. А что ты называешь злом? Для нас это называется сотрудничество. Ну хорошо, сотрудничество у меня, я предполагаю, когда оно взаимовыгодно, а не когда одному выгодно. Когда кто-то другой его использует как батарейку. Хорошо, как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Хорошо, что-нибудь еще осталось в биополе, кроме этой накидки? Нет. Даю команду на рассинхронизацию Александра с красным драконом и его накидкой на счет 3-1-2-3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаемой энергии Александру отстегнуть все каналы. 1-2-3. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, под накидкой дракона открывается воронка в галактическое ядро. Накидка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Красный дракон. Я хочу получить слово красного дракона, что больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на части красного дракона. Уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Александр, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно. В гармонии. Рад своим энергиям. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Александра. Женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Александра. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этом прекрасном месте. Вы можете звать меня Легенда. Легенда. Приветствуем вас, уважаемая Легенда. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили проверку вашего подопечного Александра. У него остались 10 вопросов, которые он хотел задать своему куратору. Будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы? Да, я с удовольствием отвечу на вопросы развивающейся души. Благодарю вас. Я начинаю с первого вопроса. Откуда моя душа? Я благодарю за этот вопрос. Моя душа с Андромеды. Мы приветствуем представителя Андромеды в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам, уважаемая Легенда. Благодарю. Я могу дальше идти? Пожалуйста. Второй вопрос. Моё предназначение в этой жизни? Предназначение – получать земной опыт, наслаждаться всеми благами, брать от жизни все эмоции и чувства. Земная жизнь отличается от разных объектов. Запахи, вкусы, эмоции – это то, что можно получить на земле. Дышать полной груди человеческого биоробота и наслаждаться всеми чувствами через сенсорные центры и нервные окончания – это то, что можно получить на земле. Это бесценный опыт души. Убери свой страх и живи открыто, смело, спокойно. Интересуйся тем, чем тебе интересно. Знакомься с теми, кто тебе интересен. Получай те вибрации, которые ты заслуживаешь. Не прячь в себе интерес и глубину твоей души. Вы закончили? Да. Я благодарю вас, уважаемая Легенда. Следующий вопрос, третий. Какой уровень моего Высшего Я и как я могу его развивать? Уровень Высшего Я – одиннадцатый. Получая опыт, справляясь с ситуациями, живя по душе, живя с добротой, улыбками, милосердием, человечностью, делая благие поступки. Обращая внимание на мелочи вокруг тебя, животные, насекомые, растения, которые нуждаются в помощи, иногда в воде и пище. Обращая на это внимание, любая мелочь может помочь твоей душе продвинуться выше. Я закончила. Благодарю вас за этот ответ. Четвертый вопрос. Может ли мой куратор провести меня в хронике о каше? Что для этого необходимо? Необходимо больше знаний, сильное намерение, понимание, для чего это нужно, защиты, а также визуализация и четкое понимание того, что ты делаешь. Куратор может провести. Ну, готов ли ты? Насколько ты умеешь визуализировать? Насколько ты учился это делать? У тебя есть интерес, насколько он развивается, твой интерес, какую информацию ты подчерпываешь, где ты ее берешь? Или же ты таишь это внутри себя и вынашиваешь вопросы, не находя ответов? Не бойся интересоваться тем, что тебе интересно. Я закончила. Я благодарю вас. Следующий вопрос пятый. По окончанию жизненного цикла возвращается ли душа на свою планету? Да, возвращается. Душа отдыхает после усталого опыта, набираясь энергиями родного места. Благодарю вас за этот ответ. Вы закончили? Да. Следующий вопрос шестой. Как научиться общаться со своим Высшим Я? Высшая Я всегда находится с тобой на связи. Не забывай, что это одно целое. Твоя интуиция всегда подсказывает тебе, слушай сердцем, очисти свою голову, пусть она будет пустая. И слушай сердцем. Твое Высшее Я – это ты и есть. Твои ответы внутри тебя. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Откуда мои страхи? Твои страхи – это неуверенность. Неуверенность в себе идет из твоего становления детских неудач. Это первое. Второе – это скрытность. Все свои главные желания ты хранишь внутри себя, боясь осуждения или непонимания окружающих тебя людей. Не понимая, что ты проживаешь свою жизнь и лишь тебе отвечать за твои поступки. Того, что ты сделал или не сделал, но мог, ограничивая свое развитие из-за страха осуждения или непонимания со стороны. Вы хотели что-то добавить? Я пока подожду другие вопросы. Благодарю вас. Следующий вопрос, восьмой. Откуда у меня тяга к эзотерическим знаниям? Эзотерические знания – это то, что знает душа, но не знает наука. То, что чувствуешь и интуитивно понимаешь, но не можешь доказать. Любая космическая душа имеет тягу к эзотерическим знаниям, так как память, генетическая память души и просто память знает, что есть где больше, чем просто существование на планете Земля и материальные ценности. Тяга к эзотерике и знаниям неопознанного и необъяснимого дает душе толчок к поиску информации, соответственно развитию и нахождению таких же душ, которые идут по пути развития, получая информацию, прорабатывая, идя дальше. В этом отличаюсь от других. Есть еще знания экзотерические. Экзотерические знания – это те знания, которые доказаны наукой, в которых есть примеры для всеобщего обозрения. Благодарю. Благодарю вас. Тевятый вопрос. Ограничения, мешающие моему развитию? По-моему, я уже говорила о комплексах, блоках и страхах, находящихся внутри, осуждения людей. У нас есть на Земле технологии, есть специалисты, которые прорабатывают в гипнозе эти блоки. В основном они в детстве лежат, их нужно просто с оценки взрослого человека пережить, понять. Это все можно. Было бы желание, так сказать, у человека избавиться от этих блоков, но это все снимается на Земле. У нас есть эти технологии. Это второй шаг. Первый шаг – осознать это и дать себе возможность получать такой опыт. Как я уже сказала, первый страх – это осуждение от людей и непонимание. Страх перейти на другой уровень и нарушить какие-то нормы, установленные собой. Но я бы хотела ответить на этот вопрос немножко по-другому. Все это уже было отвечено. Я бы хотела сказать, что связь с Андромедой прервана и не дает тебе правильной энергии, не дает тебе уверенности и опоры. Я бы хотела активировать энергетический стержень Андромеды в твоем внутреннем тонкой копии, а также сгармонизировать его с твоим биороботом, чтобы ты чувствовал энергии внутри себя. Они дадут тебе уверенность, упорство, стержень и опору. Ты будешь чувствовать покалывание в ладонях. Эта энергия Андромеды развлекается внутри тебя, наполняя тебя знаниями и силой. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая легенда. Десятый, последний вопрос. Какие советы вы мне можете дать? Те, которые он мне спросил еще. Все начинается с познания самого себя, с интереса и с поиска ответов. Я благодарю тебя за эту встречу. И я хочу напомнить, что визуализация энергий – это первый шаг к развитию своей сенсорики и внутренней силы. Постарайся заполняться энергиями, чувствовать ее и визуализировать, как она наполняет тебя. Поднимая вибрации, ты также можешь представлять, как энергии вместе с вибрациями расширяются в зависимости от количества процентов каждой твоей чакры. Визуализируй энергию Андромеды, находящейся внутри тебя. Она выглядит, как белый поток, яркий внутри и расширяясь, меняя цвет от голубого до серого. Расширяй эти энергии. Постарайся прочувствовать их внутри себя. Представь свои тонкие тела и соедини их с твоим биороботом. Почувствуй изменения и покалывания в своих ладонях. Это то, что ты можешь сделать для себя. Это шаг, с которого ты можешь начать свое движение дальше, получая на практике позитивный результат. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемая легенда. Если позволите, один направляющий вопрос вы сказали, когда вы активировали внутренний стержень энергиями, родными энергиями Андромеды, вы сказали, что связь была прервана. Я никогда не встречался с такой ситуацией. Не могли бы вы это как-то объяснить насчет прерывания? Могла бы. Пожалуйста. Связь не прерывается, но она замораживается и тормозится. Канал становится пустой и невидимой, если человек не интересуется и не задается вопросами. Связь с куратором остается. Все понятно. Благодарю вас за это разъяснение, уважаемая легенда. Вопросов больше не осталось. Остался маленький нюанс, о котором вы пока еще не знаете, но уже знают на Андромеде. Мы уже встречались с кураторами с Андромедой. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем уважаемого куратора легенду, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок. В знак благодарности за эту встречу, за ее ответы своему подопечному и просто на добрые воспоминания. Это великолепный подарок. Я буду изучать его, так как наша галактика находится далеко. Для меня это очень ценно. Я бы хотела показать, как прерывается связь. Пожалуйста. У любой души идут потоки прирождения души, потоки ее родного объекта. С возрастом, если душа продолжает интересоваться, задавать вопросы самой себе, кто я, откуда, для чего я здесь. Ведь у каждого человека или же Душе на Земле возникают эти вопросы в каком-то возрасте. Тогда эта связь потихоньку начинает оживать, и энергии колышутся и начинают поступать. Чем больше человек интересуется, ищет ответы, задает вопросы, тем больше эта связь становится прочной. И интуиция или же сердечная чакра начинает работать и получать ответы. Именно так работает связь с родным объектом. Я благодарю вас, уважаемый Куратор Легенда, за это разъяснение. Это очень важный момент был. Я думаю, эта информация будет полезной для вашего подопечного Александра. Я благодарю вас. У нас есть вторая традиция. Мы никогда не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч, возможно, на каком-то этапе. Александр захочет все-таки познакомиться со своим Высшим Я. В таком случае мы всегда приглашаем Куратора на эту встречу. Я благодарю за эту встречу своего подопечного и вас, создавших это прекрасное и уютное место. От нас с Верой передавайте привет Андромеде. Мы будем очень рады всем Кураторам, которые, как вы, достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, которые мешают развиваться, открыть эти двери, но в которые они пойдут уже сами. Да будет так. А так и есть. Все наилучшего. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Александр, мы закончили встречу с Вашим Куратором-легендой. Вы получили все ответы на свои вопросы? Да, и даже больше. Отлично. Будем возвращать Вас назад в Вашу систему Биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Александра в его систему Биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok